День учителя немецкого языка Приятно представить вам Александра Семеновича Бумана, директор гимназии 15.35 15.13 15.13, это мы находимся в гимназии 15.35 А это 15.13, да, все, гимназия 15.13, профессор Катерин немецкого языка, Московский институт открытого образования И сегодня была встреча с важным названием «Анализ интерпретации текста» Тем более для словесников, для учеников, которые занимаются языком Именно немецким языком Именно немецким языком Скажите пару слов, о чем была речь сегодня? Так, вот понимаете, это мой собственный авторский курс Я рассказывал, делился опытом, как я работаю со своими старшеклассниками Потому что у нас этот курс, вот в школах есть такой предмет как технология Это обязательный предмет, но с правом выбора Вот у нас в нашей гимназии положим пять направлений, которые может выбрать ребенок Ну, положим, это «Business English», «Business Deutsch», «Гиды-переводчики», «Странновения» на немецком языке И вот ваш покорный слуга читает такой курс, как «Анализ интерпретации художественного текста» Где я показал, что прежде всего данный курс способствует тому, что ребятам гораздо легче сдавать ЕГЭ Потому что то, чем они владеют, это такой высший пилотаж немецкого языка В сожалению, сегодня моим коллегам мне пришлось это читать по-русски А мои дети 10-го и 11-го класса это делают на немецком языке Текст аутентичный, когда... Но все дело в том, что ребенок должен, а, разобраться в тексте, прочувствовать текст, проникнуть в текст Выбрать наиболее важные вещи, доказать, почему они важны А потом, выбрав из этого важного, наиболее важное для него, проинтерпретировать исходя из сегодняшнего дня Вот кратко, что я хочу сказать Если старшеклассник, или вообще, в любую очередь, даже взрослый, можно сделать с русским языком, я удивлюсь А у вас это делать на немецком языке? Ну, понимаете, у нас школа достаточно, так сказать Но одна из первых вообще с немецким языком раз Это мой авторский курс, я к нему готовлю детей очень долго Но, понимаете, когда вся школа работает над методической темой, которая называется коммуникативная компетентность Когда дети на русском языке, на русской словесности уже знают понятия такие, как метафора, сравнение, гипербола и прочее, прочее То на немецком языке, так как они его чувствуют, это не так сложно Но самое важное, то, что я всегда спорил с коллегами русскими словесстами Что они все же стараются ребенку преподать Что Екатерина – это луч света в темном царстве, а Евгения – это личный человек Я всегда им говорю, что каждый читает силу своей воспитанности, образованности и так далее И вот каждый ребенок интерпретирует по-своему и нет общего мнения Но самое основное, что в конце, я не ставлю оценок, а ребята выступают в роли экспертов и критиков Они соглашаются, не соглашаются, высказывают свои гипотезы И у меня есть только одно жесткое правило Докажите вашу гипотезу при помощи данного текста Это может быть даже слово, и от него не могут тянуть что они хотят То есть будь убедительным на том материале и на своих идеях, которые… Да, но все это идет в немецком языке Вот если вернуться прямо к немецкому языку Может быть, это мифологем Пожалуйста, пожалуйста Может быть, я выдумал, да? Но существует такое представление, что на разных языках Разные модальности, которые мы хотим выразить По-разному, какие-то языки для этого более удачные, какие-то менее удачные И кажется, например, что немецкий язык для философских текстов, для чего-то Он просто приспособлен, поэтому там и философы Или наоборот, он стал таким, потому что были философы Вы абсолютно правы Да Вы абсолютно правы Потому что, ну, прежде всего из европейских языков Немецкий язык самый логически структурированный язык В этом смысле точно получается Да Там меньше синонимов, чем во русском языке И действительно, он взял очень много самого, так сказать, ёмкого из латыни И поэтому, да, поэтому можно говорить, что это язык философов, но это язык музыкантов Угу Это, да Чуть-чуть Чуть-чуть, да Но, так как музыканты всё равно логически мыслят, то, ну, на немецком языке это действительно сказать проще, легче, при одном условии, что им надо владеть Да Валерий Кирилл Валерий Кирилл Вот просто, вы этим живёте Через немецкий язык это показать ребёнку особо красиво И потом, может ли, он переносит это и на наш, и на родной свой язык, и на другие понимания Вообще вырастает некоторая личность и немецкий язык, с вами, правильно ты, там можно сформовать глагол под то, что ты хочешь сказать Да Вот эта возможность, которую дает немецкий язык, общекультурная, и есть то, что делает так интересным работать с текстами в немецком языке. Вы блестяще сформулировали цель моего курса. Она звучит еще гораздо короче. А именно создать условия для сотворения грамотного читателя. Вот это грамотный читатель, который понимает, проникает, чувствует нюансы и может на основе прочитанного создать собственный текст, что очень важно. Это мечта, мне кажется, любого педагога, любой школы, чтобы такие вырастали люди. Я бы сказал, что это мечта и моя собственная. Я хотел бы стать таким человеком в той степени, в которой мне это удалось. Я счастлив, в той степени, в которой мне удалось. Я думаю, что еще надо много на себя обработать. Приходите, домчук. Договорились все. Все материалы марафона на сайте Marathon.Cyphro1September.ru Для учтения немецкого языка и в журнале «Немецкий язык» издательского Dombergs.deutsch журнал. И наш марафон ждет вас в следующем году тоже. До встречи и на марафоне, и на нашем сайте, и в эфире. Мы в школе вашей 15.35. До встречи. Я вас... 15.13... 15.13. Я извиняюсь, это... Запомните, это чертливо дюжина, это ты цифры. У меня была спецшкола номер 13, я не отказался. 15.13. А 15.35 – это лицей, в котором проходил здесь марафон. Сегодня он закончился. Это последнее интервью в нашем импровизированном маленьком телецентре марафона. Так что мы с вами сейчас заканчиваем огромный марафон педагогический. Только за тем, чтобы в следующем году он закончился. Чтобы он потом начался. Спасибо.